Всем привет, с вами Игорь и сегодня у нас 1 декабря, начинается зима, вот такой вот снежок у нас выпал уже Короче, осень наверное закончилась, солнца нет, давно уже его нет, неизвестно когда оно будет, передают морозы, короче начинается зима Но сегодня мы будем смотреть ваттметры, сколько выработала моя энергетика альтернативная вся за ноябрь месяц, подобьем там до кучи и в конце мои впечатления о моей альтернативе за этот месяц, ноябрь, как оно все работало и что я про это все думаю Итак идем, вот я уже возле своей щитовой солнечной электростанции, ну тут у меня и солнечная и вот этот вот метр, он запитанный, от него запитанный тепловой насос Вот кабель идет через него и пошел уже на тепловой насос, то есть все потребление теплового насоса, это там компрессор, насос, все-все-все-вся установка запитана через вот этот вот метр И что мы у нас тут смотрим, где тут у нас, ага, вот, за ноябрь месяц он у меня натянул 158 киловатт-часов, вот видите, да, киловатт-часы, 158 Ну это я сейчас, а, наверное, сейчас и обнулим мы, вот этот вот, как там оно обнуляется Три раза А, надо просто подержать было Вот, так они у нас все уже по нулям Ну я записал эти показания, сейчас мы это все до кучки подобьем Так, теперь солнечная электростанция, трекер, который за домом у меня стоит Зима-лето 140, вот нижний самый, можно так вот, да 140 киловатт-часов Ну там 141 получается, ну будем считать, что 140 Сейчас, кстати, панели под снегом, небольшой снежок, но он, я думаю, растает Так, а, обнулить Так, а тут у нас обнуляется, ага, это ампер-часы два раза, а три раза киловатт-часы Два раза нажать быстро, это ампер-часы обнуляются, а три раза быстро киловатт-часы А на том, что на переменку там подержать просто надо Так, и тут у нас это поле на крыше Ну оно тоже сейчас под снегом, видите, даже маленькая нагрузка на бойлер не дает подняться напряжение Ну я, он сегодня, этот снег сойдет, стечет, я даже и не сомневаюсь, поэтому и не чищу 121 киловатт-час Ну, что такое? О, фокусируйся 120 киловатт-часов, тоже обнуляем Так, это амперы О, все, киловатт-часы обнулились Так, и идем, сейчас мы посчитаем И я расскажу свои впечатления О, это... Так, сейчас мы подытожим Что же я тут-то считал, все, кучку подобьем Сколько у меня вся моя альтернатива выработала киловатт-часов за ноябрь месяц 2021 года 158 киловатт-часов потребил, как мы уже видели, по счетчику, по ватт-метру Мой тепловой насос, чтобы перекачать Еще 600, примерно 600, ну, там я особо не ударялся Так, на коп умножил Известный у меня коп Кстати, кто первый раз зашел на мой канал Смотрите, там у меня по тепловому насосу Есть плейлисты, все По коллектору солнечному, по солнечной электростанции Без инвертора ЭКБ Все есть плейлисты, заходите, смотрите Я в описании оставлю, в конце видео будет Вот, он эту энергию потребил, 158, чтобы перекачать из земли или скважины Еще 600 киловатт-часов Короче, в сумме получилось, он выдал 760 Ну, это то, что он перекачал и то, что он потребил 760 киловатт-часов Он мне сделал тепловой насос Ну, уже, так сказать, больше получается энергии Плюс солнечные поля мои Два поля по 4 киловатта Одно смотрит на юго-восток На крыше Одно на юго-запад То, что на юго-восток 120 Киловатт-часов сделала То, что на юго-запад на трекере 140 Вот, то больше Потому что у меня на крыше получается угол летний Летний угол Это не есть хорошо на выработку Вот, вообще Вообще, по моим наблюдениям Для зимы, для вот такого времени, как сейчас Самое лучшее расположение панели Это строго на юг Строго на юг Это будет максимальная выработка Да Но мне надо больше энергии Ну, для меня важнее, так правильнее сказать Важнее, чтобы энергия была И днем Даже не днем, днем ее и так хватает Утром и вечером Вот это для меня намного важнее Поэтому я разместил вот так вот поля Но вот на крыше Вот недостаток крыши Тот, что там уже какая она есть Так оно уже и ставится Поэтому Если бы сейчас Не оставил панели То я бы хорошенько подумал Ставить их ли вообще на крышу Вот Как-то так Получается Да И это еще плюс 260 кВт часов Ну, 120 то, что на крыше сделала Поле Плюс 140 Эта энергия у меня пошла Электроплитка Варю еду Ну, уже, конечно, день короткий Понятное дело, что Сейчас много пользуюсь вечером электроплитой Когда уже нет солнца Приходится из сети брать Хотя днем тоже получается Днем, утром Вот Бойлер Электроплитка А остальное Тоже пошло на отопление То, что не пошло на бойлер И на электроплитку Ну, это всего получается 260 кВт часов Выдала моя солнечная электростанция Без инвертора ЭКБ Плюс 260 Примерно Я так накинул На солнечный коллектор Это как минимум Я так думаю Не меньше Коллектор мой Выдал тепловой энергии В киловаттах Чем Солнечная электростанция Ну, по ощущениям Я же вижу Как вот греет Солнечная электростанция Да В доме Половину дома Примерно И половину дома Даже большую половину Греет коллектор солнечный Я уже могу так сказать Знаю Сколько это Солнечная электростанция Как она греет Знаю Сколько это В киловатт часах Я уже могу Примерно сравнивать С коллектором И тоже Хотя Ну, это не точно Естественно Надо было бы Как-то посчитать Более Так сказать Правильно Цифрами Но Для этого Надо выяснить Объем продува Ну, сколько кубов У меня вылетает Через трубу По факту По факту Ну, что по вентилятору Ну, понятное дело На вентиляторе Там, наверное Завышенная цифра Будет Ну, что там Переходы Все эти Вот Я это еще Не знаю Как сделать Вот Хотя Там есть цифры 400 ватт На метр квадратный Падает солнце Зимой Вот Тоже уже можно Какое-то представление Иметь С тепловой мощности Коллектора Так И получается У меня В сумме Если добавить Вот это Все, что выработал Тепловой насос Солнечная электростанция И солнечный коллектор 1280 кВт Часов Пошло У меня На дом Ну, это в основном Все пошло В отопление Меньшая часть На электроплитку Меньшая часть На бойлер Там Какая-то часть Да Но Из этих Самый интересный момент Из этих 1280 кВт Я заплачу Только за 158 кВт Да Это те, что мы видели По метру Те, что потребил Мой тепловой насос То есть За электроэнергию Я заплачу Только за 158 кВт А вот эти КВт Это больше 1000 кВт Часов Мне достались Как бы От солнца С земли Ну, можно сказать На шару Вот И меня это очень радует Даже вот эти 158 кВт Часов Которые Я заплачу За тепловой насос Там половину Получается По ночному тарифу Половину По дневному Вот Так что Выйдет там Тоже Копейки Совсем Недорого Кстати Кто Точно знает То пишите Там мне поступила Информация Вот этот вопрос Для меня Не очень понятен Вот это Сделали Больше 250 кВт Часов По рубль 68 Весь Надо будет Платить Объем Электроэнергии Ну То есть Как это Объяснить Ну Раньше Было 100 кВт Часов Да Выше 100 Уже платили По Рубль 68 А до 100 По моему Там По сколько Было Я уже не помню По сколько Там было По 90 Копеек Кажется Было Но Мы платили Больше Если Больше 100 То есть До 100 Мы все равно Платили По Сниженому Тарифу А Больше 100 А сейчас Вроде бы Как я Понял Вот мне Многие Даже Писали В комментариях Я там Еще Смотрел Что Теперь Придется Если Напалил Больше 250 КВт Часов То Теперь Весь Объем Что Ты Напалил Придется Платить И те Что До 250 И те Что Ну Короче За Весь Объем Придется Платить Поруб 68 Вот Если Это Правда Кто Знает Это Вот Я точно Еще Не Знаю Не Уверен То Пишите Правда Ли Это Что Придется Платить Потом Ну За Весь Объем Ну Как бы Непривычно Так Раньше Было По Другому Вот Ну Вот Такие У меня Впечатления Итоги Ноября Месяца Как видите Ну В декабре Естественно Будет Уже Больше Ну Уже Даже Уже На сегодняшний День Тепловой Насос Перенял Эстафету И Больше Всего Вырабатывает Энергии Если Начало Ноября Где-то Так До середины Месяца Все-таки Солнце Там Хватало Рулило Так Сказать Ну И теплее Было То Сейчас Уже Тепловой Насос Берет На себя Основное Обеспечение Это Можно Сказать 90% Хотя Я думаю Что и в декабре Будет еще Солнце Будут Солнечные Деньки Там Может Быть Немного Каких-то 5-7 Может Недельку Будет Солнечная Но Я Выберу Эти Деньки И засниму Как работает Солнечный Коллектор Вот Ну Что Солнечный Коллектор Даже Чем дальше Как бы Ниже Солнца Получается Он Эффективнее Даже Работает Ну Что Он У меня Стоит Вот Так Вот Вертикально И Солнце Опускается И Уже Как бы Чем Ниже Оно Опускается Тем Более Вот Этот 90 Градусов Получается И Коллектор Естественно Будет Эффективнее Работать Тем Более Что У меня Это Поликарбонат Там Перегородочки Вот Эти Вот Густо И Там Немного Угол Не тот И Уже Получаются Потери Есть Такое Да Ну Вот Как-то Так А Коллектор Я же У меня Работа Коллектора Все Больше Радует То есть Когда Есть Солнце Можно Еще Так Сказать Когда Есть Солнце То Мне Отопление Даже И Не Надо Я думаю Что В декабре Тоже Ну Пока Оно Есть Вот То есть У меня Так Получается Что Мне Лучше Пускай Будет Минус Десять Но Солнечно Чем Плюс Десять Но Пасмурно И У меня Будет Дома Теплее И Все Будет Нагрето Все Будет Теплее Если На улице Минус Десять Но Солнечно Ну Вы Поняли Короче Вот Такой Интересный Получается Эффект Да Вот Такой Результат Альтернативы Посмотрим Сколько За Декабрь Напалит Мой Тепловой Насосик Электроэнергии Что Выдаст Солнечная Электростанция Коллектор Ну Короче Что Кому Непонятно Смотрите Сначала Видео Смотрите Сначала Видео Если Непонятно Если Первый раз Зашли На канал У меня Есть В плейлистах Там Куча Видео И по Тепловому Насосу И по Всему По Всему Пересмотрите Сначала Пишите Звоните Я всегда Открыт Всем Советую Помогаю Что кому Интересно Ничего Не скрываю Все Для людей Но Сначала Пересмотрите Видео Там Я уверен Вы найдете Все Ответы На свои Вопросы Ну Все Тогда Все Что я хотел Сказать Всем пока До Следующих Видео